Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую из города Город Анапа. Мы объединяем усилия для того, чтобы помогать нашим военным. У нас очень много заказов от ребят, которые находятся там, где сейчас трудно. Я считаю, что очень важно всем тем, кто делает одно дело, быть вместе, заполнять все эти списки. Мы вместе с вами уже собрали порядка 15 тысяч рублей. Весь учет у меня есть на канале. Те, кто поддерживает мои подписчики финансово, можете перевод делать по моему номеру телефона полностью, все чеки, все будет вам предоставлено и будем просить, чтобы те ребята, которые получат от нас помощь, также предоставили видео, чтобы вы все видели. В телеканале это все есть. Также сегодня пришла моментальная помощь. Мы в конце нашего видео ее распакуем и покажем, что из других городов нам присылают люди для помощи беженцам. Есть у вас возможность помочь и у нас помочь. Поэтому мы все вместе, мы усилия с нами. Амаз Астариян, руководитель общественного движения «Время помогать людям». Юра очень правильно сказал, сегодня это актуально, всем объединиться для общей нашей победы. Вчера мы с нашим движением уже собрали, отвезли нашу часть ВДВ для наших ребят на Херсонском направлении. Получили дополнительно новые вводные, что еще необходимо. Лопаты, бензопилы, ломы, автономные дизельные отопители, пленка черная, обокопы, карематы, перчатки тактические, перчатки рабочие, шапки флиз, спальники, приборы ночного видения, камеры на КАМАЗ, берцы зимний, генератор дизельный 0,5-1 кВт, пауэрбанки, фонарики урбишные, газовые баллончики. Вода, сигареты, это вообще мы стандартно всегда тоже передаем. Вы видите, список немаленький, по количеству это не по одной штучке, где-то 100 штук, где-то и 200. Сумму, которую этот список весь мы в своем чате потом выложим, будем объединяться с другими содружествами, организациями, чтобы вместе складываться и быстрее собирать потребности, отправлять ребятам на фронт. Если вы хотите самостоятельно приобрести эти вещи и передать, можно отвезти на пункт сбора гуманитарной помощи в Гастыгарской станице, это улица Новороссийская, 100, или же позвонить по телефону 8 9 8 9 7 6 8 44 58. Здесь в Анапе или в Анапском районе мы сможем пересечься, вы передадите или мы вам скажем конкретно, куда завезти в общий склад. Мы собрали и отвезли уже ребятами в часть. Я Галина Мышкина, руководитель благотворительной автономной некоммерческой организации «Капельки добра» в городе Анапа. На сегодняшний день мы отрабатываем официальное ходатайство от воинской части, которая находится на передовой от артполка, в котором проходят службу наши ребята из Анапы. На сегодняшний день мы проводим много благотворительных концертов, мероприятий, на которых мы собираем средства для того, чтобы закупить все необходимое по списку. Но, к сожалению, этих средств не хватает. Смогли оплатить уже 5 печек. Сейчас собираем еще на 5 печек, 45 тысяч рублей. Плюс еще нужны радиостанции, налобные фонарики, ну и кое-что там из теплых вещей. Если желаете помочь, если у вас есть такая возможность, можете зайти на наш сайт «Капельки-добра.рф», посмотреть наш репвизит, перечислить на расчетный счет, либо через проект «Время помогать людям». Также можно будет купить и передать нам эти вещи. Плансирую наше будущее мероприятие. 18 ноября в кафе «Я ЕМ» в пятницу в городе Новороссийске пройдет благотворительный проект «Искусство массы». 20 ноября в станице Гастагаевской будет сольный концерт ансамбля «Россы» благотворительный. 27 ноября у нас будет два концерта, один в Центральном детском парке. В станице Анапской 27 ноября в 12.00 в Центральном парке будет проходить патриотическая песня «Благотворительный концерт». Мы работаем под таким хэштегом своих «Не бросаем». Очень большая просьба для тех, кто тоже занимается помощью. Вот он назад озвучил номер телефона, прозванивайтесь. Надо объединять усилия, чтобы как можно более плотно, точечно помогать нашим ребятам. Это на самом деле нереально важно и очень нужно. Спасибо вам всем за внимание, за помощь. Ну а сейчас мы покажем, что прислали ребята. Итак, гуманитарная помощь пришла от Ларисы из Пятигорска. Охотка, теплые вещи. Нам сейчас надо детские вещи и игрушки. Здесь тоже детские вещи. Причем, смотрите, вещи новые, с этикетками, даже не троплые. Вещи для взрослых. Чистенькая, простиранная. Повисит за это огромное спасибо. Но уже более поздно девочки переберут, рассортируют женское мужское. Все уже будет передаваться непосредственно по местам пребывания наших. Дальше не все, еще целая коробка от нее пришла. И смотрим, что здесь тоже кофточка, сапоги. Очень важно, кстати, сейчас им я пробую, потому что у нас уже похолодало. Разнообразные вещи, потому что для девочек. В основном, как понимаешь, все это детство, прям еще новое. Модные кеды. Кофточки тоже новые, с этикетками. Вот такой вот набор пришел именно от Ларисы из Пятигорска. Спасибо большое за поддержку. Все вещи передадим непосредственно тем людям, которые в них нуждаются. Распаковываем посылочку из Сочи. Алексей Владимирович Примак нам прислал помощь гуманитарную для беженцев, находящихся сегодня в Анапе. О, тут, короче, очень новые куртки, я так полагаю. Посмотрите, вот все упаковано. Это теплые вещи. Он позвонил мне, спросил, что надо. Я сказал, нужны? Ну, покажи, что это нужны. Нужны куртки. Совершенно новые куртки. Как раз сейчас очень много запросов на женские куртки. Мы их по-любому все отвезем в пансионаты, где размещены беженцы с херцом. Огромное спасибо, Леха, от души. Я надеюсь, другие тоже присоединятся вот таким благим намерением. Несмотря на то, что человек живет в Сочи, он посылкой транспортной компании вот отправил, пришло, и мы передадим. Присоединяйтесь. Вот, выгружаем сегодня. Прибыл груз Екатеринбурга. К нам пришел груз из города Екатеринбург, детского сада школы Согласия. Выражаю огромную благодарность всем родителям, которые участвовали в сборе. Отдельное спасибо Дмитрию Нагибину, организовал этот сбор и отправку прямо в Анапу для беженцев, гуманитарную помощь. На таком расстоянии люди участвуют, люди неравнодушны. Вам огромная благодарность. Время помогать людям.